Девушки отдыхают Бор-бор-бор-бор-бор Но он зазнается уже У него уже 100 тысяч зрителей Но я его смотрю тихонечко втихаря А еще В общем я смотрю трех Которые на светляках играют И одного, который на всем подряд Восьмерка О, я в топе Я что-то разболтался и на карту не посмотрел Кто дизлайк влепил Спрашивает Или Иван Родионов Мне бы тоже хотелось узнать Этого я тоже, по-моему Сколько барабанов? 50-100 Вот если 50-100 попадает То это сильный танк У него все-таки 6 снарядов По 300 урона Что-то я перемножить не могу В общем сильный Насчет брони Я ничего сказать не могу По-моему там ее нету Как следует Барабеку скорбенно смотришь Перестал смотреть Я смотрел два видео Касалось настроек А потом он начал говорить И после этого я сказал Что я не буду ее больше никогда смотреть Потому что человек Который не может заменить Маты на русские слова Он или больной Или ради денег Что-то снаряд позднее вылетает Чем я стреляю В общем Я не люблю матершинников А Корбин он матерится Для того чтобы Именно Таким образом Привлечь зрителей Ну что это за Считаю что это вообще идиотство Так Сзади там кто может стоять? Никого От леопарда Вообще нельзя позицию Это я что в святу что ли? Да я в святу Ёлочка залезет Если то Может быть Я вот в этого дальнего Видите на мини-карте Показываю Да Обидно так много Наполучать Я рта еще добавила 800 Рта с меня сняла Вот вы говорите Артоводы Ну, их ведь никогда не уберут. Арта — это нечестный класс техники. Он сидит, вот сидит себе. Говорят, вот надо, что ж ты подставляешься. Без арты тоже нельзя. Без арты будет много сливов. Это я знаю. Турбо-сливов. Арта хоть как-то тормозит-то так. Но пацан, который не рискует, он не рискуя получает 800. Это ненормально. Но если бы не было артоводов, турбо-сливов было бы больше. Это факт. Потому что я и сам писал. Арта, помогай, стреляй. Ну, здесь начнешь стрелять, артовод, который выцеливал меня. Ну, который стрельнул. Он и тут же добавит. Не могу я выезжать наверх. И вперед не могу идти вот туда. Если буду, то я тут как тут. Уважаемый Барабикус, подскажите, пожалуйста, почему экипаж с Першинга не становится на СТ немецкую? Экипаж сидит в казарме. Что я не так делаю? Вообще, такого быть не должно. Вообще, вот даже ни капельки не должно быть. Единственное, может быть, экипаж не все-таки ни с того танка, ни с немецкого. Сейчас вот, сейчас будет закончиться. Я попытаюсь залезть в казарму и просто посмотрим методику, как я делаю. Может, методика неверная. Ну, хотя... Такс, ребята, кто-то про экипаж спрашивал. Давайте я прочитаю это сообщение по новой. Новенькая. Видимо, она моя. Ну, как, не наша. Общая новенькая зрительница. Добрый день, уважаемый Барабикус. Подскажите, пожалуйста, почему экипаж с Першинга не становится на СТ немецкую? Першинга бывает два, госпожа новенькая. Один Першинг называется Супер Першинг. Это американский танк. Второй Першинг, по-моему, тоже американский. Подождите-ка. Першинг, это ведь американский танк. Проверяем. Першинг, да, это американский танк. По-моему, я ответил на вопрос. Большое вам спасибо за 100 рублей. Но Першинг, это американский танк. А СТ немецкая, это немецкий танк. Танкисты могут пересаживаться только внутри собственной нации. Даже за золото нельзя переобучить танкистов одной нации на танкистов другой нации. Вот. И еще какое-то сообщение видел. Денис Алексеевич написал. Привет, Барабекус. Сегодня отписался от одного блогера, с которым был давно. Он играет не очень. Он смело утверждает, что от игрока ничего в игре не зависит. Только подкрутки, как считаешь? Он прав? Нет. Он не прав. От игрока зависит. От игрока не все зависит. Вот попадание. Круг разброса. Вот представляете, круг. Вот если ты в режиме угнетения, то чаще твои снаряды будут лететь к краю. Чаще. Не всегда, а чаще. То есть ты должен 10 раз стрельнуть, чтобы 5 раз, например, пробить. А у совсем игрока слабенького, например, им делают, что снаряды будут лететь чаще в круг. Но он стреляет, целится мимо танка или не сводится. Поэтому у него в целом хуже показатели. Нет. От танкиста, конечно, многое зависит. Вы ведь сами пробовали играть на разных танках в один и тот же день? На одних у вас хорошо получается, а на других плохо. Не может же вас Wargaming подкручивать в одни танки и откручивать в другие? Нет. Это зависит исключительно от игрока. Но если вы находитесь в режиме угнетения, так называемого, например, вы играете по 10 часов в день, вы сразу войдете в режим угнетения. Вот. Максим Семнюк написал, что я лучший танкист. Да ну, вы видели сейчас, какая была игра позорная? Кто-то? Алексей из Саратова. Здравствуйте, Боробекус. Мне очень интересно, как вас зовут? Откуда вы родом? Мне очень страшно неохота рассказывать личную информацию. Откуда я родом, я рассказывал. Я с острова Огурчинского. Это остров Огурчинский, который находится в Каспийском море. Если кто-нибудь не знает, Каспийское море это не черное. Это восточнее Черного моря. Казахстан там рядом? Нет, не Казахстан. Казахстан. Красновод. В общем, город там Красновод неподалеку. Остров шириной 500 метров, длиной 20 километров. Вот. Там моя мама работала на... Не геодезической станции. В общем, измеряют скорость ветра, температуру, течение воды. Метеорологическая станция, вот. Ее папа туда привез из города Киева, в который мама приехала на экскурсию. В общем, это длинная история. Я думаю, что давайте мы этому уделим отдельный стрим, когда у меня будет какой-нибудь там день рождения очередной. Если вы не против. Вот я страшно не люблю рассказывать о себе, потому что, если мое начальство узнает, оно ведь и так по голосу подозревает, что это я. Но пока я не сказал точно, оно еще не очень уверенно.